Мы сейчас на территории части, про которую ходили легенды. Мы находимся сейчас в Феодосии. Дмитрий, командир этой воинской части, он сейчас расскажет подробнее и поправит. Значит, информация, которая была нам, что мы приехали. Здесь самая боеспособная часть Украины. Каждый, как один западенец, упертый. И что они будут биться до конца, что эту часть будут штурмовать, что здесь уже все там залито кровью, все ужасно, катастрофично и так далее. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, как на самом деле происходит. Ну, расскажи, как тебя, во-первых, зовут, как фамилия, как ты должен заниматься, как твоя часть называется. Значит, зовут меня Дилетицкий Дмитрий. Я командир Феодосийского отдельного батальона морской пехоты. Значит, что касается военнослужащих моей части, то официально вам заявляю, что западенцев в моей части нет. В основном это представители Крымского региона, Восточной Украины. Также есть представители Житомирской области, Винницкой области. Ну, и в основном все. Вот. Люди различных национальностей абсолютно. Это и татары, и украинцы, и других национальностей. Вот. Теперь, что касается какого-то кровопролития. Ну, никакого кровопролития, как вы видите, тут ничего, ни капли крови не пролито на территории части. Но, несмотря на это, часть наша на протяжении недели блокирована подразделениями Российской Федерации, именно Севастопольской бригады морской пехоты. Вот. И пророссийски настроенными представителями так называемого казачества и блока Единая Россия. Насколько они официально представляют эти организации, я не знаю. Вот. Являются ли они действительными членами этих блоков и общественных организаций. Мне это неизвестно. Но они стоят под их флагами, вот, требуя от нас сдать оружие почему-то. Проводя какие-то провокации постоянно на протяжении недели. Я разговаривал, да, с твоими бойцами, там, через забор, в общем, все достаточно любезные, а также с родными, те, кто служит здесь. Ну, версию, которую нам рассказали, что проблем с российскими военнослужащими нет. А есть проблема именно с периметром, который под какими-то флагами пророссийских движений, что они занимаются организовывать какие-то провокации, какое-то напряжение, которое не нужно и совершенно излишне. Это действительно так? Значит, проблем с российскими военными как таковых нет, за исключением того, что они выдвигают нам требования сдать оружие. Это такой момент по Российской Федерации. Ну, и к тому же они блокировали все входы-выходы с территории части, не дают возможности, за исключением гражданского транспорта, который подвозит нам кое-какое имущество необходимое, не дают заниматься планомерной нашей деятельностью, то есть организацией боевой подготовки, плановой. То есть выезд из части военной техники ограничен. Что касается гражданского населения, да, оно доставляет очень неудобное... неудобство, скажем так, оставляет в плане организации всякого рода провокаций, стараясь, я так понимаю, столкнуть нас с представителями Российской Федерации лбами, чего бы нам очень не хотелось. Вот. Ну, вот такое состояние дело. Дмитрий, скажи, пожалуйста, вот по моей информации, она может быть не вполне корректной, в Крыму осталось буквально вот считанное количество подразделений, которое, ну, не отказалось от командования из Украины, то есть из Киева. То есть мы перешли, условно говоря, на сторону крымских властей новых или в России. Мы сами это не понимаем, под командование российских частей. Но мы видели подобную же картину, Вов, как называется, город все забываю. Бахчисарай. Были в Бахчисарае, да, там саперное подразделение тоже вышел командир и сказал, что, ребята, я давал присягу. Вы должны однозначно понимать, что мы люди военные, военные, мы давали присягу на верность народу Украины, так же, как и ваши военнослужащие. И мы будем до конца верны свои присяги. Дмитрий. Вопрос, Кальпост, а ты вот в Советском армии служил? Я не служил, но отец мой военнослужащий, и мы достаточно большое время сменили большое количество гарнизонов, и я довольно-таки сознательную часть своей жизни провел на территории Советского Союза бывшего, а именно Российской Федерации. Это родом откуда? Я родом... Из СССР? Я родом с города Хабаровска, и родители мои, и мать родом с города Хабаровска, и большое количество моих родственников проживает на территории Российской Федерации. И какой-то ненависти или каких-то там негативных чувств к россиянам я никогда не чувствовал, а наоборот. То есть я правильно понимаю, что можно сказать, что лучшие части, лучшие солдаты сейчас не меняют присягу, то есть все остальные как бы уже там... Я не буду вам говорить за всех остальных, я не вправе этого делать. Я знаю, что моя часть не одна, которая верна присяге. Вот. И что бы там ни говорили, что мы создаем кому-то трудности, пусть это будут там подразделения Российской Федерации или новая власть Крыма, мы остаемся верны тому, к чему мы присягали. Это на верность народу Украины. А, Дмитрий Аскальпас, вот по твоему ощущению, легитимна ли современная украинская власть? Вы задаете мне провокационные вопросы сейчас. Нет, нет, я абсолютно не провокационные, но вот должны быть некие процессы легитимные при смене власти. Ну, если это неудобно, то можем не обсуждать эту тему. Мы не обсуждаем власть. Хорошо. Армия вне политики. Командир вот части, которая в Сарае, когда ему задали вопрос, он говорит, я вот определился, то есть я не буду менять присяги, ну, он говорит, а вот ваши бойцы, имеют они право самостоятельно принимать решение по этому вопросу? Он говорит, да, пожалуйста. Никаких проблем. То есть здесь все абсолютно добровольно, все убежденные. На данный момент времени, да. То есть если к тебе подойдут твои подчиненные, скажут, мы хотим покинуть часть, ты не будешь препятствовать в этом. Ну, это не так немного звучит. Поправь, поправь. Это не совсем правильно. Покинуть часть – это воинское преступление. Если они скажут, что мы хотим перейти на сторону, к примеру, Российской Федерации, пусть это так, наверное, будет включать, вот, служить в вооруженных силах Российской Федерации, в общем. Ну, вот, ну, я думаю, это не будет сейчас, изменой Родине. Не будет. Сейчас, наверное, власти найдут, как юридически правильно это сделать. Вот. Но на данный момент времени мы никого не заставляем абсолютно. У каждого человека есть собственное мнение и право выбора. Тем более 30 марта будет референдум проводиться. Каждый сделает свой выбор. Ты 30 марта будешь голосовать. Какой вариант? Ну, это мое личное дело. Правильно, правильно, не говори. Главное, чтобы Украина была неделима, так как и наш народ. Если Крым проголосует за независимость от Украины, какие будут твои действия командующего этого подразделения? Ну, я пока не готов ответить. Я останусь со своим народом. Буду, опять же, еще разу, буду уверен в своей присаде. Вот и все. Ну, и еще момент такой. Мы видели, что сейчас подлежали какие-то высокопоставленные российские военные. К сожалению, на сегодняшний момент нам у них сложнее получить интервью, чем у тебя, хотя мы российский канал. Если не секрет, о чем, как проходили переговоры? Не секрет, абсолютно. Мы вообще не делаем секретов. То есть ничего, что здесь происходит. Вот. Представители командования, скажу вам даже больше, Южного оперативного командования, по-моему, так сейчас у вас называется, Южного округа, в общем, генерал-лейтенант Турчинский. Вот. Плюс командование Черноморского флота, представители командования Черноморского флота, они на протяжении нескольких дней пытаются вести с нами переговоры. Суть этих переговоров заключается в том, чтобы принудить нас сдать оружие на склад. Это единственное их требование. До того, пока мы не выполним этот момент, вот вы видите состояние мира. Часть блокирована. Ну и все остальные моменты я уже озвучил. Ну, между военными нормальные отношения? Потому что ребята, которые ставили на ворота, они говорят, что вы там можете встречаться, там чай пить, чуть ли не в домино играть. Мы с военными Российской Федерацией, мы очень давно знаем друг друга. Мы не один год участвуем вместе в парадах на учениях, конкретно вот с бригадой морской пехоты, севастопольской. Мы очень хорошо знаем друг друга. И отношения у нас были и есть на данный момент времени замечательные. Они такие же, как и мы, выполняют приказ. Просто непонятен смысл этих приказов. Кому-то, наверное, это наверху яснее. Но каких-то негативных отношений нет. Мы помогаем им водой, чаем, если возникают какие-то трудности. Мы можем вместе попить кофе. Никаких сложностей. Это на нашем уровне. С командованием сложнее. Мы видели такую картину, что там БТР российский, но он по периметру немножко обходил у вас. Он нам выдался секрет, нам он стратегический. И он там начал буксовать. И твои стоят ребята и говорят, ой, блин, сейчас нам придется вытаскивать его. Необходимо, поможем. Водители хреново. Спасибо, что нас пустил на территорию, дал интервью. Удачи тебе. Вам тоже удачи.